За последние несколько дней прошли сообщения о том, что ВСУ обстреливают район под Ясиноватой, продолжаются ожесточённые бои, полыхает фронт от Мариуполя до Горловки. Почему Киев вынужден опять нарушать мирные договорённости? И насколько сильно сейчас затруднено его положение? Об этом накануне ТВ рассказал украинский топ-блогер Юрий Сумы. Во многом напряжение в районе Ясиноватой вызвано теми глубинными процессами, которые сейчас происходят политиками Киева и Донецка. Есть заинтересованные силы в раскручивании очередного очага напряжения, как с одной, так и с другой стороны. У каждой есть своя цель, что они хотят видеть. Что нужно Киеву? Им не нужно срывать минус 2. Потому что выполнение, полное выполнение Минска-2 подразумевает, что Киев должен будет не только согласиться на особый статус Донецкого региона, но и также выпустить всех политзаключённых. Выпустить всех политзаключённых и сняв защиту информационного поля Украины, нынешняя власть просто очень быстро потеряет своё влияние и уйдёт в небытие. Юрий Сумы отмечает, то, что сейчас происходит под Ясиноватой, больше всего напоминает происходящее в Широкино. Похожие мотивы, похожие обстоятельства. Интересно, что Киев поддерживают США, но при этом Европа периодически отдаляется, а иногда и вовсе открещивается от хунты. Украинская верхушка, по мнению Юрия Сумы, находится в затруднительном положении, которое ухудшается с каждым шагом. Естественно, при таком разделе, опять же, нынешней власти ничего не светится. Поэтому Киев попал в Суусланг, и выход у него только один – каким-то образом продолжать войну. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова